Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим интересную партию, которая была сыграна в четвертьфинале чемпионата Европы по русским шашкам среди мужчин. Играли два гроссмейстера. Эстонский гроссмейстер Арно Уутма и белорусский гроссмейстер Игорь Михальченко. Данная партия была сыграна в Блиц, то есть с контролем времени 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход. Соперником выпал дебют, жеребьевка дебюта игра Шмульяна. То есть ЕФ4, ФЖ5 и после размена ЦБ4 черные здесь избирают интересное продолжение ЕФ6. Данное продолжение уже встречалось в партии между гроссмейстером Андреем Валюком и гроссмейстером Ионом Доской. То есть то же самое продолжение. Но в той партии черные сыграли ЕФ6. Я подробно разобрал это продолжение в дебюте. Можете посмотреть партию Валюк Тоска. Вот пройти по подсказке. Выложу в верхнем левом углу. А сегодня мы рассмотрим продолжение связанное с ходом ЖФ6. Ну сразу же скажу, что ход ЕФ5 размен он здесь очень плохо. Практически проигрывает. То есть у белых отсталая шашка А1 плюс отсутствует опорной шашки на полях С1, Ж1. Связка неприятная. То есть позиция белых здесь очень неприятная. Она подвержена сильному окружению со стороны черных. Но после хода ФЖ5 белые здесь еще могут побороться с черными. Белые сыграли ФЕ3. Ну и после хода ФЖ5 надо размениваться. И размениваться именно вперед. В этом продолжении у черных есть два хода. Либо СБ6 очень сильный ход. А вот ход ЕФ6 здесь плох. Почему? Потому что белые размениваются на поле С5. Надо размениваться черным. Белые нападают на шашку черных. Надо отходить. И здесь выигрыш шашки не ведет к победе за белых. Так как черные вот таким разменным маневром сводят партию в ничью. То есть так играть бесполезно. Поэтому в этой позиции белые обычно нападают ходом ФЖ5. Ставят черным ловушку. Черным надо играть 2.5. Ну и после того как белые забирают одну из шашек. Вот такой размен он проигрывает за черных. То есть так выиграл в 1991 году гроссмейстер Ион Досков мастера Наномедова. Кстати вот эти многие из вариантов очень хорошо описаны в книге чемпиона СССР Андрея Иванова. Путь к вершине. Всем рекомендую к прочтению. То есть белые здесь легко побеждают. Надо сыграть ДЦ5. Единственный ход на победу. Ну и после БЦ7 точно играем АБ2. Теперь на ДЕ7 или ЦБ6 мы просто играем ЦД4. Ну и выигрываем за счет обладания центром. А после размена ЦД6 белые играют БА3. И здесь позиция в пользу черных. То есть на АБ6 играем АБ4. И после ФЕ5 ДЕ3. Белые легко побеждают. Но друзья все-таки хочу отметить, что в этой позиции у черных есть ничья. После нападения играем ДЕ5. Побили. И надо не размениваться, а пожертвовать еще одну шашку. И вот теперь провести тот разменный маневр, который мы уже видели. АБ4, АБ6 и бьем 2. Ну и тут выясняется, что белые не могут победить. Например, ДЦ3, ЖХ2, ЕФ4. Ставим дамку. ФЖ5 играть надо. Ну и теперь черные играют на поле Б6. И выясняется, что позиция ничьяная. То есть на ход ЖХ6 черные выигрывают шашку С3. Ну и плюс эта шашка за белых, она не проходная. Поэтому позиция ничьяная. А если белые играют СБ4, то черные нападают на шашку Ф6, съедают ее. И затем загоняют шашку Ж5 на поле А6. И также достигают ничьей. Друзья, мы выяснили, что ход ЕФ6 здесь за черных плох. Поэтому надо играть СБ6. Здесь уже белые могут проиграть. То есть после хода ЖФ4 черные неожиданно выигрывают. Они жертвуют шашку и меняются на поле С5. И выясняется, что левый фланг белых надежно связан черными. А после вынужденного хода ЕФ4 черные нападают. Надо отходить. И черные проводят красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Черные жертвуют одну шашку. Пропускают белых в дамки. Затем жертвуют еще две шашки. Бьют в дамки. И после того, как белые обязаны побить шашку черных. Черные вот так красиво завершают эту партию. Поэтому в этой позиции нападать за белых нельзя. Это проигрыш. Надо размениваться. Единственный ход. Теперь черные играют БЦ7. Именно так было сыграно в партии Утма Михальченко. Ну и здесь Арно Утма ошибся. То есть у белых еще была ничья. Для этого надо было точно пойти ходом в ЖФ4. Ну и как бы черные не играли, здесь ничья. То есть можно провести вот такой удар. Он ведет к ничьей. Ну лучше, наверное, пойти СД6. Ну и после размена белые играют ДЕ5. Черные играют БА3. И белые играют СД4. И во всех вариантах черные достигают ничьей. То есть если черные меняются назад, мы просто идем в дамки. Если же черные играют АБ4, то мы размениваемся назад. То есть грозим разменяться на поле С1. То есть на ход БЦ5 или ЭКИ7 или ЭКЖ7. А если черные размениваются, то играем АБ2. Но это позиция ничьейная. А может быть даже и ДЕ5. Тут уже перехват скорее будет за белых. Если же черные в этой позиции размениваются вперед, то мы тоже меняемся назад. И эта позиция ничьейная. Ни одна из сторон здесь не может победить. В партии же Арно Утма ошибся. Он избрал ход АБ2. Вообще данная позиция ярко демонстрирует окружение в русских шашках. Она очень красивая. Так что всем рекомендую изучить ее. То есть в этой позиции черные неожиданно играют ФГ7. И выясняется, что центр белых он рыхлый. То есть во всех вариантах выигрывают именно черные. Если белые, допустим, играют ЖФ4, то надо точно сыграть ЖХ6. Кстати, в этой позиции ход ЖХ4 уже проигрывает, наоборот, за черных. Здесь побеждают белые. Поэтому надо точно пойти ЖХ6. Ну и после хода ДЕ5 мы размениваемся назад. Не давая хода ДЕ5 из-за ЕД6 банального. Поэтому приходится играть БА3. И после размена остается ход только АБ4. Ну и здесь черные легко побеждают. Кстати, друзья, хочу показать вам позицию после как раз хода черных ЖХ4. Здесь она очень красивая и примечательная. Белые неожиданно играют ФЕ5. И выясняется, что у черных нет хода ЖХ3 из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых. Белые неожиданно играют ЕФ6. И выясняется, что в эту сторону бить нельзя, так как белые останутся с лишней шашкой. Поэтому черным приходится бить на поле Е5. Тогда белые проходят дамки. Ну и происходит просто разгром позиций черных. Белые здесь легко победят. Поэтому в этой позиции черные играют ЖХ6. Ну, ход ЕД6 ведет лишь к ничьей. Поэтому надо играть ЕФ4. Теперь черные размениваются назад. И белые играют ДЕ3. И после хода ФЕ7 надо пойти точно ФЕ5. Здесь, обратите внимание, то есть ход ЖХ3 снова проигрывает. Из-за того, что белые выигрывают шашку вот таким образом. Поэтому ЖХ3 играть нельзя. Черные здесь могут пожертвовать шашку. Бить вперед это ничья. Поэтому надо бить назад. Здесь черные играют ХЖ3. И белые могут пожертвовать шашку. И сыграть СБ4. Это продолжение также ведет лишь к ничьей. Потому что черные закрываются. И на нападение черные жертвуют две шашки. Затем ставят дамку. Белые бьют. Ну и здесь черные легко достигают ничьей. Поэтому в этой позиции не надо жертвовать шашку. Надо играть именно АБ4. И теперь у черных есть два варианта. Если черные играют ЖХ2, мы просто играем БЦ5. И на постановку дамки проводим вот такой удар. С легким выигрышем. Поэтому черным приходится нападать. ЕД6. Тогда мы отходим. И на ход ЖХ2 точно играем БА3. То есть не давая постановку дамки из-за жертвы шашки и подрыва поля Д6. То есть такой ход невозможен. Поэтому черным надо играть БА5. Теперь белые играют ФЖ7. Ну и после постановки черными дамки точно играют на поле Х8. Черным надо играть СБ6. Ну и теперь белые жертвуют шашку и разменивают дамку черных. Это продолжение, окончание легко выиграно за белых. Поэтому Арно Утма в этой позиции сыграл ЖХ4. Ну и после того, как черные закрылись. В книге как раз Андрея Иванова указан вариант, что после БА3 черные нападают СД6. Надо жертвовать, как-то пытаться обострить. Черные бьют на поле Ф4. Ну и после ЕД4 можно пожертвовать шашку. И позиция белых здесь легко окружается. Черные выигрывают. То есть у черных здесь выигрыш. Если же белые здесь играют не ЕД4, а СД4. Ну тогда просто нападаем АБ4. Ну и допустим на ход ДЦ3 бьем в эту сторону. Побили, побили. И после размена черные сохраняют здоровую лишнюю шашку. Они должны победить. Арно Утма похоже рассчитал эти варианты. И провел поэтому вот такой ударчик в этой позиции. Но здесь черные побеждают. Игорь Михальченко побил две. Арно Утма побил одну. Черные отбрасывают шашку белых от похода в дамки. И ставят дамку. Белые бьют. И здесь черные жертвуют шашку и бьют две. И выясняется, что белым некуда прилично пойти. Поэтому Арно Утма здесь немедленно сдался. Друзья, мы неплохо за два дня шлифанули вот этот непростой дебют. Игра Шмульяна. Если вам понравилось данное видео, то пожалуйста подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры сделал DimaTorzok